Усик Брейдис. В каком стиле нужно действовать каждому из боксеров, чтобы склонить к себе победу? На мой взгляд, фаворитом является Усик. Хотя Брейдис, насколько я вижу этого боксера визуально, мне кажется, он более сложный боксер, чем каждый на первый взгляд. В то же время, когда с ним боксируют, мне почему-то досталось впечатление, что он более сложный и является достаточно серьезной загадкой для своего соперника. Более того, некоторые задачи задают своим соперникам во время боя. По поводу того, в каком стиле им боксировать, я думаю, что мы каких-то сюрпризов от обоих боксеров не увидим. Они будут боксировать в том стиле, в котором боксируют. Брейдис, может быть, в какой-то части боя, ближе к середине, или в начале второй части боя, Брейдис будет пытаться подстраиваться. Потому что, на мой взгляд, лучше будет выглядеть усик. И поэтому необходимо будет что-то менять в ходе боя Брейдису. Это при условии, если не будет каких-либо жестких попаданий, лайк и панч. Понимаете, да? Да. В итоге, я думаю, что бой, скорее всего, завершится победой Усика, если не будет никаких фост-мажоров. В фост-мажорной ситуации. И вообще, я считаю его фаворитом этого турнира. Считал бы, если бы у него еще был жесткий, плотный удар. К сожалению, это его один из тех минусов. Пусть небольшой, учитывая, что этот минус умудряется перекрывать свои феноменальные работы в ринге. И с техникой, и с скоростью. Именно по этой причине я уже высказывался. Мне было бы очень интересно увидеть Усика таким боксером, который пропагандирует агрессивный стиль ведения боя и жестко бьет в данном случае нашего осетинского бойца. У него еще впереди тяжелый бой с кубинцем. Поэтому если получится такой финал, о котором я говорил, я бы, наверное, с большим предпочтением посмотрел именно этот финал. Понятно. Маленький нюанс такой хочу узнать. Я, поскольку разговаривал очень рано с 10 человеками, и ни один из них не назвал фаворитом предстоящего поединка Бриедиса. В таком случае победа Бриедиса в этом бою можно назвать сенсацией, если она произойдет? Ну, опять же, такие выводы делать волен каждый по себе. Если это сугубо мое личное мнение, то, на мой взгляд, если будет победа Бриедиса, то это будет, на мой взгляд, для меня неожиданно. Усик накануне на пресс-конференции сказал, что у него в планах ходит бой с Энтони Джошуа. Понятно, что у Джошуа в ближайшее время график очень плотный. Выстрелились к нему и Паркер, и Поветкин, и даже Ворд, и тем более Фьюри. Это, наверное, не ближайшее время боя, но, в принципе, бой Джошуа был бы интересным или конкурентным, на ваш взгляд? Я думаю, что этот бой был бы интересен, но, наверное, в перспективе, в будущем. Сейчас что-то мне подсказывает, что этот бой менее интересен для Джошуа. А сам бой, если состоится, мне сейчас крайне сложно говорить о перспективах Усика в этом бою. Потому как для меня в какой-то мере сам Джошуа оказался таким открытием. Это не та фигура, которая давно уже светится. Это вот зажглась, на мой взгляд, относительно недавно. Поэтому к нему пристального внимания ни соперников, ни экспертов как такового еще не было. Поэтому он ярко боксировал с Кличко. Но как он будет боксировать и насколько стабильно у него бой за боем будет проходить с сильными соперниками, это мы узнаем только через определенное время. Поэтому сейчас делать выводы сложно. Но то, что бой будет интересен Джошуа со всеми, кого вы перечислили, в том числе и с Усиком, это бесспорно. Как он себя поведет? Ну, мы все понимаем, что Бог, помимо всего прочего, это еще и психология. Поэтому мы не знаем, насколько устойчив в этом плане сам Джошуа, чтобы там стабильно бой за боем проводить на высоком уровне. По крайней мере, для меня это загадка.